Добрый день, уважаемые дамы и господа. Напомню, вы слушаете радио «Народная волна» на чистоте 1430 М99,1 ДФМ на нашем веб-сайте radioNVC.com и на нашем канале в YouTube Radio NVC. И если несложно, зарегистрируйтесь, подпишитесь на наш канал и всегда будете в курсе дел. И традиционно в событиях в Израиле наш израильский корреспондент Ася Энтова. Здравствуйте, Ася. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, радиослушатели. И через 11 часов уже откроются избирательные участки по всей стране. А солдаты, которые голосуют в своих частях, так называемые двойные конверты, они голосуют в своей части, в конверте, потом это кладется еще в другой конверт, чтобы было непонятно, чьи это голоса. Так вот, солдаты уже сегодня начали голосовать тоже по всей стране, во всех отделениях. Но завтра в 7 утра откроются избирательные участки и все пойдут голосовать. Надо сказать, что ваш президент тоже уже высказался на эту тему. Высказался он так аккуратно, что предстоит напряженная борьба и действительно в последнее время ситуация, при которой количество голосов, судя по опросам, которые подадут за Ликут и за главную оппозиционную партию, так называемые белые-голубые, Кахой-Лаван, значит, количество голосов как-то держится на одинаковом уровне и это держит в напряжении, кто же будет формировать правительство. Так вот, президент Трамп сказал, что борьба будет напряженной. Ну, так сказать, известна его симпатия к Ниттониягу, но чтобы выразить как-то объективность, он сказал, что оба кандидата хорошие, имеется в виду и Ниттониягу, и Ганс, который первым будет премьер-министром, если бы партия белых-голубых получила большинство и смогла сформировать коалицию, что очень проблематично, говорю вам уже. Но вот президент Трамп так выразился, и, конечно, наша пресса тут же набросилась на Ниттониягу, что он вовлекает иностранные государства во влияние на израильские выборы. Кроме того, Ниттониягу обвинили, что он вовлекает и Россию, потому что пару дней назад Ниттониягу ездил в Россию и благодарил за то, что Россия помогла Израилю вернуть тело своего солдата, который считался без вести пропавшим в 1982 году в операции «Мир Галилея», когда было танковое сражение с сирийской армией. И вот сейчас под Дамаском его тело было обнаружено, идентифицировано, и Россия помогла переправить его в Израиль. Я просто объясню для тех, кто, может быть, не совсем в курсе, что для нас, евреев, очень важно, чтобы останки человека были похоронены, чтобы они были опознаны, идентифицированы и похоронены. Первый военный раввин, Равгорен, уделял огромное внимание, наверное, второе по значению. Первое – это поднятие боевого духа солдат, а второе – это чтобы все-все-все пленные, раненые, убитые, чтобы все они вернулись в Израиль так или иначе. Он самолично вообще ездил в Египет и в другие страны после перемирия и занимался спасением тел. Для еврейской традиции это очень важно, чтобы тело было опознано, чтобы его, скажем, супруга не считалась соломенной вдовой и чтобы тело было захоронено по еврейскому обряду. Так вот, такое важное событие 37 лет спустя. Тело еврейского солдата найдено, Россия в этом помогла. А пресса говорит, ну, это выборный трюк, это не ягод. Ну, собственно, пресса у нас в своем репертуаре. Но, действительно, борьба будет очень напряженной, потому что, напоминаю, у нас нет президентского управления. У нас самая большая или одна из больших партий должна сформировать коалицию. Для начала возможность сформировать коалицию будет предложена партия, набравшей наибольшее количество мандатов. И по различным опросам количество мандатов у партии Ликуд и у партии Белоголубых где-то колеблется вокруг 30. По некоторым опросам партия Белоголубых получает там на 1-2 мандата больше. По другим опросам Ликуд и Белоголубые идут вровень. Но для левых, для оппозиции, проблема-то в том, что кроме вот этой вот большой партии Белоголубых, в которой собраны три генерала, которые и один журналист Лапид, которая не выставляла своей программы, которая говорит, мы не левые, мы не левые, все время отрицают, что они левые, а кто они, совершенно непонятно. Потому что разные члены партии придерживаются совершенно разных воззрений. Так вот, им некого брать с собой в коалицию. Есть левее них партия Авода и партия Мэрец, которые могут им к 50 добавить еще 15 мандатов от силы. Но им же нужно 61. А зато у партии Ликуд, наоборот, у партии Ликуд как раз есть возможность ввести в коалицию религиозные партии, партию новых репатриантов, партию Фейдрина Зеут, партию Новые правые и партию Старые правые или Объединение правых сил. Так что даже если партия, как мы называем, трех генералов или Лапида, партия Белых-Голубых получит столько же или даже на 1-2 мандата больше, чем Ликуд, все равно, по-видимому, следующим нашим премьер-министром будет Бенимин Натаньягу. Надо сказать, что перед прошлыми выборами Натаньягу очень удачно использовал ситуацию, при которой создавалось опасение, что вдруг к власти придут левые. И он провозгласил, не голосуйте за малые правые партии, голосуйте за Ликуд, иначе, может быть, правая партия получит на 1-2 мандата больше, но Ликуд получит меньше и не сможет сформировать коалицию. И получился массовый отток правых голосов от малых правых партий в Ликуд. Как выяснилось, это была ошибка, потому что сильный Ликуд, не сдерживаемый справа, правые партии не могли на него влиять, и многие правоизбиратели были недовольны тем, что делает Ликуд, особенно в области взаимоотношений с арабами. Выселялись отдельные еврейские поселения, были уступки арабам, был перевод денег арабам, и так далее, и так далее. Поэтому сегодня, несмотря на то, что Нитаниягу говорит все на выборы, Гевалт, правое правительство в опасности, в общем, правые партии не спешат сдавать позиции, не спешат уступать свой электорат и объясняют, что для Ликуда необходима хороший якорь справа. В связи с этим все время идут споры по поводу партии Зеут, возглавляемой Машей Фейдлиной. Машей Фейдлин совершенно декларативно заявил, наша партия ни у кого не в кармане, у нас есть программа, очень четкая программа по поводу свободной экономики, по поводу защиты Эры Цесраэль, по поводу прав человека и гражданина, и мы не хотим заранее объявлять, что при формировании коалиции мы обязательно войдем в коалицию с Нитаниягу. Это будет зависеть от того, пойдет ли он на наши коалиционные требования. С одной стороны, это ослабляет партию Зеут, поскольку все-таки большая часть избирателей права, им хочется слышать, что партия Зеут пойдет в правую коалицию. Но с другой стороны, это показывает, что тут идет очень важная политическая игра, потому что если в политике все решается отношение сил, то, что в обычной жизни называется шантажом, в политике это называется, так сказать, умной игрой. Если вы сразу заранее говорите, при любых условиях наша партия пойдет в коалицию с Нитаниягу, то у вас уже нет повода для торговли, у вас уже нет выбора, у вас нет альтернативы. А поскольку Фейглин говорит, что мы ни у кого не в кармане, мы обязаны только своим избирателям, которые за нас голосуют, а правый блок, левый блок, сегодня это уже непонятно что, вот было правое правительство, а в некоторых вопросах оно вело себя как левое. Нам важны дела, нам не важно название, правая-левая коалиция. И по крайней мере теперь у него сохранилось пространство маневра, и опять же пресса обсуждает слухи это, или это действительно правда, что Фейглин смог добиться от Нитаниягу довольно существенных обещаний. Ну, первое, что все замечают, это то, что Нитаниягу, который уже давно твердит такую мантру «два государства для двух народов, государство минус», всячески стараясь, так сказать, успокоить левых, успокоить прессу левую, чтобы она на него не нападала, сейчас вспомнил о своих правых избирателей и сказал, что он собирается аннексировать, то есть присоединить к Израилю Иудею и Самарию. Ну, там идут оговорки, присоединить не целиком, присоединить только те поселения, где живут евреи и так далее, и так далее, но главное слова «присоединить Иудею и Самарию», «распространить израильский суверенитет» – вот это те слова, которые мы давно хотели бы слышать от наших правителей, и факт, что Нитаниягу сегодня не боится их произносить, то есть не боится сделать такие обещания. Но будет он их выполнять или нет, это уже совершенно другой вопрос, но главное, что эти слова уже прозвучали. Кроме того, Нитаниягу заверил, что он тоже за свободную экономику, что он тоже считает, что свобода пойдет экономике на пользу. И действительно, если мы посмотрим рост израильской экономики за последние где-то 18-15 лет, где-то с 2003-2004 года, то мы видим, как экономика Израиля, такой совокупный показатель, упорно идет вверх, и если наложить графики роста экономики европейских стран, вот эта организация ОЕДС, и Израиля, то мы видим, что где-то в 2005 году кривая израильской экономики догнала европейскую, и с тех пор упрямо растет вверх, в то время как европейская экономика, так сказать, у нее очень небольшой пологий рост, а израильская растет вверх со страшной силой, то есть экономика у нас развивается. Нитаниагу сам хороший экономист, он прекрасно знает, насколько хороша свободная экономика для, свобода, свобода предпринимательства для экономики, но проблема у нас в Израиле, который долгое время был таким полусоциалистическим государством, что у нас есть сильные профсоюзы, сильные профсоюзы, которые вот совсем недавно профсоюз железнодорожников вдруг остановил поезда по всей стране, и пассажиры были вынуждены там сидеть и не двигаться, профсоюз портов, который, так сказать, выдвигает немыслимые требования, и зарплата там, как в хай-теке, у грузчиков порта зарплата, как в хай-теке. В Израиле есть сильные профсоюзы, больших таких полугосударственных, монопольных организаций, электрической компании, портов, железных дорог и так далее. И вот эти вот сильные профсоюзы, они монополисты, и они берут за горло всю страну. В то время как действительно отрасли, где трудящиеся нуждаются в защите, нуждаются в профсоюзах. Там профсоюзов нет, или они слабые, и там они ничего не могут выторговать. Так вот, Нитаниягу несколько лет назад продлил соглашение с израильской электрической компанией, которая монополист в Израиле, и в результате зарплаты в электрической компании, вдвое больше средних зарплат по стране, и там последний чиновник получает как программист в хай-теке, что в общем ненормально, при том, что сама электрическая компания постоянно терпит убытки, которые восполняются из кармана налогоплательщиков. Нитаниягу под давлением таких сильных профсоюзов, которых поддерживает суд, которых поддерживает пресса, Нитаниягу пока пасует, и то, что требует от него Феглин, это действительно борьба с вот этими вот шантажом профсоюзным, и с государственными чиновниками, потому что у нас уволить государственного чиновника практически невозможно. Приходит новый министр, избранный народом, приходит в министерство, и служащие министерства всячески бойкотируют всю политику, все его изменения, а уволить их практически нельзя. Значит, чтобы государственные служащие не имели права на забастовки, доходит до смешного. Вот сейчас государственные служащие обещают сорвать выборы, сорвать выборы, министерство иностранных дел, сорвать выборы за границей. Но у нас за границей голосуют только те граждане Израиля, которые находятся в командировке от государства. Для большинства граждан Израиля невозможно голосовать за границей. И опять же, партия Фейглина, партия Зеут хотела бы это изменить. Но пока что за границей голосуют все члены всех представительств, государственных и так далее. Так вот, Министерство иностранных дел, если ему в очередной раз не повысит чиновникам зарплату, пообещало просто пробойкотировать это и не устраивать выборы. Так что Нитаниагу, который хорошо понимает, как важна свободная экономика, все-таки его приходится заставлять идти на обещание вот так вот избавиться от давления монополистов и профсоюзных шантажистов. Ну и одно из наименее важных требований для нас с вами, но очень важное для израильской молодежи, которая очень массово голосует за партию Зеут, это легализация марихуаны. В первую очередь легализация лечебной марихуаны, но и легализация употребления марихуаны, потому что если нет марихуаны, молодежь все равно что-то находит, но это синтетические наркотики, которые опасны для жизни, которые вызывают привыкание, которые могут привести к необратимым изменениям, в то время как марихуана довольно легкое средство, ее сравнивают с курением обычного табака или с употреблением алкоголя, то есть понятно, что ее нужно ограничивать, так же как табак и алкоголь, для людей молодых, для водителей, для людей, которые должны быть сосредоточены и так далее, но тем не менее, чтобы ее употребление было разрешено, тем более, что сегодня это мировой тремл. В Европе, например, выходят многие исследования, которые говорят, что в марихуане есть очень много лечебных действий, при многих заболеваниях она полезна, она помогает, ну и утверждается, что она помогает не привыкать к тяжелым наркотикам. Значит, вот этот вот пункт, он вызвал большое оживление среди молодежи, и Нитэниягу тоже сказал, что да, конечно, у нас ликуд обязательно будет легализовать марихуану, то есть ликуд, когда увидел, что те или иные требования вызывают ажиотаж в электорате и привлекают избирателей, ликуд их тоже начал перенимать. Сергей, я бы хотела услышать вопросы и рассказывать уже, отвечать более конкретно. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, послушаем объявления рекламные, и после чего вернемся, и тогда уже ответим, ответите на вопросы наших радиослушателей. Буквально через минуту, две. Возвращаемся к беседе с нашим израильским корреспондентом Айси Вентова и напомним, телефон в студии 847-400-5200, ну а также ваши вопросы на нашем канале в YouTube, если у вас будут таковы, я обязательно озвучу эти вопросы. Давайте попробуем. Не дождуется радиослушатель. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Сергей. Добрый день, Ася. Скажите мне, пожалуйста, как у вас ваши левые, я даже не знаю, кто у вас там левый сейчас по-настоящему, реагирует на наших левых в Америке, и когда на Айпак не приезжает ни один из тех, кто будет баллотироваться, бороться за президентское кресло, и плюс вчера этот Рурки из Техаса, полный придурок, полное ничтожество. Он назвал вашего премьер-министра расистами и так далее. Ну вот как они реагируют, они считают, что это нормально, что, во-первых, самое настоящее вмешивание в дела Израиля, и что для меня, я считаю, не только для меня очень важно, чтобы победила, победили ваши правы и Нетаньяху во главе, потому что, если не дай бог, я просто говорю, даже не могу себе представить, не дай бог, он проиграет, это будет удар и по нашему президенту тоже, потому что все понимают, и все знают, что, так сказать, все карты нашего президента были на Нетаньяху, и они начнут здесь, они и так будут вытворять, но начнут, что вот-вот Трамп потерял свое, так сказать, свое величество, свое могущество, свое влияние и так далее, и так далее, дай бог, чтобы победили правые вас, ну вот интересно, и какую-то реакцию, есть у вас, когда кандидат президента называет премьер-министра расистом, причем, ну, просто необоснованно, окей, спасибо большое вам, good luck вам на завтра и всего на лучшее, спасибо. Спасибо вам за хорошее пожелание, конечно, мы все очень заинтересованы, чтобы победили правые, и Трамп, я думаю, тоже надеется, что будет избран Нетаньяху, собственно, судя по вопросам, есть все шансы, что Нетаньяху останется премьер-министром, как я уже рассказывала, потому что сформировать правую коалицию, в нее с удовольствием пойдут очень многие партии, а для левой коалиции партии нет, а все-таки мы еще, даже левые, даже антисионисты, еще не дошли до того, чтобы сажать в коалицию арабов, которые просто выступают за отмену еврейского характера государства, так что будем надеяться, что все-таки будет переизбран Нетаньяху, и основной вопрос, который будет завтра решаться, это перетекание мандатов внутри лагерей, значит, сейчас уже идет борьба в основном, уже центры, так сказать, поделят, но идет борьба между вот этими левыми, бело-голубыми, какой лаван, которые не хотят называть себя левыми, и между партией АВАДА, куда начали возвращаться мандаты, потому что, знаете, ну это как с акциями, да, или как с какими-то товарами, да, новинка, она всегда привлекательная, покупатель за ней бежит, покупатель ее хочет взять, а потом интерес теряется, и люди переходят к старым товарам, да, к старым акциям, новые акции падают, к старым акциям, к старым товарам, к привычному, то есть сегодня, после вот первой волны, когда давали очень много мандатов вот этим, новой партии белых-голубых, мандаты стали перетекать в партию АВАДА, и идет сейчас между ними борьба, партия МЭРЭЦ, крайне левые, устойчивые, устойчивые пять мандатов, потому что действительно, нет у нас больше пяти процентов сумасшедших, а в правом лагере тут опять же, так сказать, идет борьба между ЛИКОДом и правыми партиями, я говорила об этом, и конечно, в нападках на Нитаниягу, конечно, наши левые не выбирают выражений, действительно, вот они обвиняют, что Нитаниягу привлекает другие государства для участия в наших выборах, и сами они тоже его называют расистом, то есть они поют в унисон с вашими левыми, к сожалению, да, казалось бы, они должны защищать все-таки честь, это их премьер-министр, в их стране они должны защищать его честь, нет ничего подобного, значит, откуда берется название там расист-каанист, дело в том, что Нитаниягу настоял на объединении трех небольших правых партий, и значит, в одной из них был Михаэль Бенари, я рассказывала о этой студии, Михаэль Бенари, мой сосед, мой добрый знакомый, доктор наук, доктор исторических наук, который в молодости был в партии Кааны, а партия Кааны в Израиле запрещена, она почему-то считается расистской, хотя мне такое обвинение кажется несправедливым, и не только мне, очень большому количеству населения это обвинение кажется несправедливым, тем не менее, вот Михаэль Бенари, из-за его участия в партии Кааны, Верховный суд запретил баллотироваться, в результате в объединении этих трех партий Михаэля Бенари не взяли в результате, но взяли другого человека, адвоката, который, так сказать, тоже исповедует правые взгляды, и вот с тех пор говорят, ну вот, Матаниягу сделает правительство с Каанистами, он там расист и так далее, в общем, не жалеют, не жалеют грязи, чтобы его поливать, ну, это классика, вспомнить еще Марка Твена, как рассказывал, называется, как я баллотировался в президенты, что ли, вот, так что, к сожалению, все эти вот несправедливые обвинения у нас повторяются точно так же, как у вас. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, Филип. Алло, здравствуйте. Сегодня в новостях прошла информация о том, что впервые 550 тысяч молодых ребят, которые делились в начале ЭТР, мы имеем в виду 2000-х годах, будут участвовать в выборах завтрашних. Скажите, пожалуйста, вот у нас, например, в Америке молодежи очень левонасстроены, она так воспитана в школах, в университетах. Отразится ли вот эти левые воспитания на завтрашних выборах и как вообще у вас обстоят дела в школах, как их воспитывают, так же, как и у нас или же иначе? Спасибо. Знаете, к сожалению, я вас ничем не могу утешить. Действительно, у нас молодежь есть разная, но в основном светская молодежь из больших городов, там, в школе, по радио, им достаточно промывают мозги и, и, к сожалению, они голосуют может быть не прямо за левые партии, но вот такая вот обертка партии бело-голубая, которая кричит, что она не левая, она была бы для молодежи достаточно привлекательна. Но, что у нас хорошо, что на этих выборах у нас есть новая партия Зеут, которая не определяет себя ни как левая, ни как правая, ни как религиозная, ни как светская. И вот партии Фейглин и Зеут удалось, удалось получить внимание молодежи. Ну, началось это с смешного, началось это вот опять же с марихуаны, когда вот им стало интересно, что это такое традиционный, консервативный, религиозный политик вдруг говорит о марихуане, причем говорит не просто, а говорит по собственному опыту. Ну, я рассказывала, что, к сожалению, в семье Фейглин и отец его тяжело умирал, и ему нужно было это лекарство, и сын его попал в автокатастрофу, и жена его тоже тяжело больна, у нее Паркинсон, значит, вот у него трое членов семьи нуждались в этом лекарстве, то есть для него это был вопрос жизненный, и вот он попал в струю, молодежи это очень заинтересовало, и партия Зеут привлекла внимание молодежи, то есть за партию Зеут голосует непропорционально большое количество молодежи, а людей за 60 израильтян гораздо меньше голосует за партию Зеут, но если мы возьмем только, скажем, русскоязычный сегмент, то здесь картина не такая однозначная, потому что на русской улице она более правая, Фейглин известен как борец Сосла, известен как очень правый политик, так что здесь у нас более сбалансированная состав избирателей, но вот, как я говорю, к сожалению, молодежь действительно поддается промывке мозгов, но к счастью, на этих выборах этой промывке мозгов была противопоставлена партия, которая поднимала вопросы, которые интересуют молодежь, как снизить цены на квартиры, у нас цены на квартиры растут непрерывно, как добиться свободы, потому что молодежь, она хочет жениться, а государственный рыбанут это какая-то такая замшелая бюрократическая организация, которая способна скорее не привлечь к религии, а оттолкнуть от религии, ну и многие такие вопросы интересные для молодежи партия зилы поднимала. Сергей? Давайте мы сделаем еще одну остановку, буквально на пару минут, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся к беседе с нашим израильским корреспондентом Асиентовой. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, с тобой в эфире. Добрый день, меня зовут Исаак. Ася, вы знаете такое место в Иерусалиме? Угол Шмулян-Эви, наромат и школ. Там несколько таких домов, хрущевок, пятиэтажных. Вот я смотрю объявления в нашей газете в Чикагской, что они собираются распродавать эти квартиры в этих домах. Будут их модернизировать, и там односпальная будет стоить пятьсот тысяч долларов, а трехспальная будет стоить полтора миллиона долларов. И я прекрасно знаю там мои друзья, живут там, они все заселенные, эти квартиры. У вас есть законодательство против таких пиратских действий? Спасибо. Я не знаю, я не в курсе этой сделки, я не знаю, действительно ли она пиратская, все-таки частную собственность никто не отменял. Если люди там живут, я не знаю, они должны добровольно согласиться выехать. Если они снимают, это другое дело. Хозяева могут попросить их выехать и, так сказать, продать свои квартиры или модернизировать. Если люди там купили квартиры, то заставить их насильно выехать в общем по израильскому законодательству нельзя. По-видимому, им будут предлагаться какие-то другие варианты. Я не очень понимаю, в чем дело с этим проектом, но я знаю, что в Израиле очень не хватает жилья, что практикуется вот такая достройка, берут какой-нибудь старый дом, жильцам предлагают либо покупают у них квартиры, либо им предлагают временно оплаченное жилье с тем, чтобы потом они въехали в улучшенные квартиры, но при этом над домом надстраивают еще два-три этажа, еще что-то, модернизируют его как-то. И все это происходит потому, что строительство в Удеи и Самарии, вот у нас в Самарии полчаса до Тель-Авилы, для Америки это вообще не расстояние, это ближний пригород для Америки, я так понимаю, получится. Вот, так у нас в Удеи и Самарии уже много лет жилье не строится, а здесь свободно, здесь свободное пространство, только строй. Можно строить дома, можно строить многоквартирные дома, можно строить какие-то коттеджи маленькие, в общем, с землей можно, можно много вариантов здесь сделать, но предпочитают вот латать старое, там где есть разрешение на строительство внутри городов, строить, достраивать, перестраивать, и поэтому у нас цены на квартиры так и лезут вверх. Сергей? Вот вы говорили о проблемах, которые создают монополии, полугосударственные монополии, вообще какая-нибудь из партии или кто-нибудь из политиков когда-нибудь поднимал вопрос о децентрализации, о приватизации, о вот этих огромных предприятиях, может быть каким-то образом решил. То есть нужны глобальные реформы, понятно, что экономика Израиля растет, но если бы провели вот такие радикальные реформы, кардинальные, то я думаю результат был бы впечатляющий. Вы знаете, вот меня когда-то впечатлило, что известная история в Англии, когда профсоюз насильщиков забустовал, то обычные англичане, там неважно простые англичане или лорды, просто приходили на вокзал и говорили давайте мы вам поможем совершенно бесплатно. И так была сорвана эта забастовка. Ну, аналогичная история у вас в Америке, когда в ответ на забастовку, я уже не помню, кто-то послал добровольцев Это у нас во время Рейгана, когда авиадиспетчеры устроили забастовку, он их всех уволил и принял, призвал военных диспетчеров. Израиль очень нуждается в такой реформе и Нитанияго прекрасно это знает, прекрасно понимает, просто он не может бороться по всем направлениям сразу. Судебная система против него открывает дело, там тысяча, две тысячи, четыре тысячи, и когда эти забастовки поддерживают, понимаете, когда выходят на демонстрацию правые, чтобы не выселяли законопослушных евреев из их домов, суд сразу решает, что демонстрация незаконная и быстренько всех арестовывает. А когда выходят вот такие профсоюзы, то суд решает наоборот, что демонстрация очень даже законная, а вот полиция, которая ее разгоняет, вот она действует незаконно и полицию надо наказать. Так что, понимаете, вот под таким прессом слева Нитани Яйгу очень важно получить хорошую, большую поддержку справа. И то, что партия ЗИУД будет тратовать за свободную экономику, за демонополизацию, за уменьшение вообще чиновничества, за то, чтобы профсоюзные деятели не пересаживались сразу из кресла начальника профсоюзов в КНЕС. Потому что профсоюз это очень организованная организация, там крутятся достаточно большие деньги и очень удобно это положение использовать для того, чтобы сразу пересесть в кресло политика. Так вот, чтобы был так же, как для военных, чтобы было какое-то время, когда крупные профсоюзные боссы не могли сразу из кресла профсоюза пересесть в кресло депутата, чтобы у них прошел какой-то необходимый карантин. Будем надеяться, что эти законы будут приняты. Теперь, что касается молодежи вашей, нашей, американской. Пару дней назад на Манхэттене прошло мероприятие, ну, конечно, левая организация, если не сейчас, по-моему, If Not Now, левая радикальная организация, причем она объединяет в своих рядах еврейскую молодежь, которая учится в колледжах. Так вот, они блокировали на Манхэттене вход в здание, в котором расположено представительство Таглид. А Таглид занимается экскурсиями, бесплатными поездками в Израиль, с тем, чтобы ознакомиться и так далее. Так вот, они выступают причиной, поводом послужило то, что якобы Таглид вот эти экскурсии, которые он организовывает, они, так сказать, занимаются зомбированием, сионистскими идеями евреев. Удивительная вещь. зомбированием, сионистскими идеями молодых евреев. Против этого выступает вот эта организация. Ну, таких организаций достаточно много. К сожалению. К сожалению. Что касается, да, вот таких вот антиизраильских выступлений, то вы мне напомнили, у нас все-таки не только выборы, у нас и другие всякие события происходят, научные, культурные. и у нас через месяц небольшим должно пройти евровидение. Ну, я не фанат евровидения, но все-таки это популярное, очень популярное мероприятие, и Израиль сейчас озабочен, как это все устроить, кто будет давать деньги, как организовать безопасность, и БДС быстренько подняла голову и призвала всех бойкотировать, бойкотировать евровидение, поскольку в процессе этого евровидения запланированы экскурсии, и вот, не дай бог, людей, приехавших на евровидение, повезут на экскурсию куда-нибудь за зеленую черту, то есть, говоря нормальным языком, да, в Иудею и Самарию. И вот БДС под этим предлогом уже кричит, что нужно бойкотировать израильское евровидение, вот, так что это, это, к сожалению, постоянно, постоянно нас такое, такое преследует. Ну, и если мы уже отвлеклись от выборов, давайте я еще одну новость скажу, мне кажется, она тоже очень важная, я вам уже рассказывала про израильский спутник Берешит. Израиль вышел вот в шестерку, в шестерку стран, которые запускают космические спутники, причем, значит, если там Америка, Россия, Индия, Китай, крупные страны, то вот европейское сообщество, оно, все вместе, да, европейское сообщество вместе запускает спутник, и крошечный Израиль, да, с населением 8 миллионов запустил собственный спутник, спутник сейчас долетел до Луны уже, спутник называется Берешит, по первому слову вторе, которое означает в начале, и вот через два дня, 11 апреля, спутник должен сесть на Луне, он должен собрать там грунт, померить, сделать всякие измерения, значит, посмотреть, какое там электромагнитное поле зафиксировать, видео и фотосъемки сделать, пройти по Луне какое-то определенное расстояние, значит, все это назначено на 11 число, пока что спутник уже вошел в поле Луны и готовится к приземлению, но что самое интересное, что этот спутник делала не государственная компания, ее делала частная компания под названием Space Cell, дело в том, что Google в свое время объявил конкурс, объявил конкурс, вот кто сделает спутник, который выполнит такие и такие задачи, и были выделены там какие-то довольно большая премия, десятки миллионов премия за этот проект, а потом Google решил, что он этого не хочет, и отменил этот конкурс, но эта компания уже втянулась, проект уже был подан, начали готовить этот спутник, спутник этот очень дешевый, он в несколько раз дешевле спутников, которые строят государственные компании, он был финансирован относительно немного со стороны государства, там были какие-то небольшие, небольшая помощь, а так его сделала целиком фирма Спейсел, главный инженер, который этим занимается, это репатриант из России, Александр Фридман, он из Хабада, он член Хабада, то есть движения религиозного еврейского, и он заботился тем, чтобы спутник водрузил на Луне Тору, израильский флаг, и он говорит о том, что мы сделали это даже не столько для каких-то военных целей, для наблюдения, или для престижа, или для еще чего-то, мы сделали это для того, чтобы пробудить у детей желание учиться, желание заниматься естественными науками, физикой, математикой, астрономией, чтобы они видели, что это интересно, что это престижно, а не только вот исследования в области гендероведения. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, добрый вечер, Ася. У меня такой вопрос. Тут по интернету прошло сообщение, что в одном из университетов молодому человеку было два года тому назад сделана операция на сердце, поставлена искусственное сердце, а его сердце два года поддерживали и лечили, а потом произошла замена. Так сказать, это действительно было или это... Вы знаете, я когда-то видела какое-то похожее сообщение, мне трудно сказать про этот конкретный случай, я только знаю, что вот в области сердечной медицины в Израиле очень большие, очень большой прогресс, что здесь количество сердечных болезней резко уменьшилось от них смертность, если она не внезапная. очень хорошо умеют лечить и умеют предупреждать. Я не знаю, как насчет пересадки сердца, но то, что там вшивают искусственные клапаны, то, что не вскрывая грудную полость, там проводят какую-то пружинку, изобрели такую крошечную пружинку, ее проводят, не вскрывая грудную полость, проводят, вставляют в сердце, там датчики всякие, то есть здесь израильская медицина действительно достигла высот, потому что это хай-тек, это электроника хай-тек. Конкретно про этот случай пока не знаю, я узнаю, я спрошу у знакомых врачей. Спасибо. Спасибо, Сергей. Ну и еще, да, если вот у меня еще полминутки осталось, значит, Израиль хочет догнать Америку, ну, не так, как Советский Союз, но у нас запланировано строительство небоскреба. Вот мы тоже хотим, чтобы у нас были небоскребы, хотя, в общем, мне и без небоскреба в Израиле нравится, но вот мы тоже хотим, чтобы у нас были небоскребы, тем более, что такие цены на жилье, тем более, что, так сказать, проблема со строительством, и в Рамадгане запланировано строительство 120-этажного здания, полкилометра высоты, так что вот скоро у нас появятся такие же небоскребы, как и у вас. А Рамадган, это, по сути дела, в Тель-Авиве? Это город, часть Большого Тель-Авива. Большой Тель-Авив объединяет в себе несколько городов. Рамадган, Бнебрак, Халон, непосредственно переходит в Бат-Ям и так далее. Значит, Геватаем. Это все города, в которых вы не замечаете, как улица Жаботинского из одного города становится улицей Жаботинского в другом городе. Вот. И вот такое вот запланировано строительство. С чем мы вас поздравляем? Да, вернемся к нашей теме. Завтра выборы. Завтра выборы. И на это время у нас будут закрыты КПП. Арабам не разрешат въезжать в Израиль. Арабам, не гражданам Израиля. В Израиль не разрешат въезжать, чтобы, так сказать, обеспечить большую безопасность. 39 у нас партий из списков будут баллотироваться. Пришлось даже делать специально... Увеличивать коробки на избирательных пунктах. Там у нас есть коробки, где лежат листочки с названиями партий. Названиями всех партий. Значит, пришлось их увеличивать. 39, да. Это серьезное число. И будет бесплатный транспорт по всей стране, так сказать, чтобы... Ася, я хочу пожелать вам удачи в завтрашних выборах вашей партии и вообще всему правому движению. К сожалению, времени больше не осталось. Спасибо. Встретимся с вами уже после выборов. Кстати, да, я думаю, что завтра, так сказать, когда у вас будет утро, у нас уже будут первые результаты. Так что... Всего доброго. Удачи. Удачи. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»